Как это часто бывает, еще совсем недавно не выходящая из топ новостей фамилия Пригожин практически позабыта и, можно сказать, смыта в унитаз истории. С одной стороны, это хорошо, а с другой, если целью всей этой операции было забвение Пригожина, а сам он сделал пересадку с попы на морду лица и сейчас лечит геморрой губной помадой где-нибудь в Африке, то это совсем другое. Но свою роль он отыграл довольно громко и на его походе на Москву погрелся говнокомандующий картофельных клубеней Лукашенко. Тогда, особо не парясь своей скромностью, он заявил о том, что лично своими усами на грудях защитил Путина и Россию. Правда, если Пригожин отправился на творческий вечер Кобзона, то до Лукашенки вовремя дошло, что если будет слишком долго вживаться в роль спасательного круга, то в какой-то момент может прослушать День Победы из первых рядов вместе со множеством знакомых портретов в чанах по соседству. Поэтому с такими выступлениями по-быстрому завязал, притих и усом не шевельнет. Но похоже на то, что в этот раз номер не прошел. И все из-за той эйфории, которая накрыла его на теме спасения России. Тогда он публично сознался в том, что принимает участие в депортации детей из Украины. За что Путин уже получил обвинение в совершении военных преступлений от Международного уголовного суда Гааги и стал клиническим бункер-оседом. Возможно, Лукашенко понял, что слегка проговорился, но взад это уже не впихнешь. Заметим, после серии выступлений Лукашенко действительно постарался выпилиться из информационного пространства и решил, что может и в этот раз пронесет, как обычно. Жидкий стул по-тихому не помог. И все это почему-то не заморозилось. Раша пресса так описывает ситуацию. Европарламент принял резолюцию, в которой признал белорусского президента Александра Лукашенко соучастникам незаконного вывоза детей из оккупированных России районов Украины. Депутаты осудили действия Минска, в результате которых более 2150 детей, включая сирот, были перемещены из оккупированных украинских территорий в Беларусь. В документе говорится о беспокойстве Европарламента по поводу данного незаконного вывоза детей. Представители Евросоюза призвали Международный уголовный суд рассмотреть вопрос о выдаче международного ордера на арест Александра Лукашенко. Ему бы рассказывать о надоях картофеля и том, что скотина так и стоит до сих пор не мытая, в чем он разбирается, но тут не сдержался и решил самопокрыться величием. А теперь пришел счет за это покрытие. Причем нехороший, в виде звания военный преступник, без срока действия ордера на арест, а значит до смерти, что прямо изложено непосредственно в документе. Европарламент считает Лукашенко таким же ответственным за эти военные преступления, как и президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову Белову, поэтому призывает МУС рассмотреть вопрос о выдаче аналогичного международного ордера на арест Лукашенко. Если Путин хотел сыграть ва-банк и получить международный вес, подобно Штатам или Китаю, на стреском проиграл, то Лукашенко вляпался за компанию. Субтитры создавал DimaTorzok